Привет дорогие друзья, с вами Денис. Сегодня 26 февраля и я нахожусь в Западном Таллине, друзья, на ваших экранах район бывшей военной части Советского Союза. Ныне эта военная часть заброшена в состояние. Вот такие вот казармы здесь. В этих казармах в советское время происходили бесчинство. Была ужасная дедовщина, но теперь, друзья, теперь на месте бывшей советской военной базы порядок и покой. Только лисы и зайцы бегают иногда по этой военной части. Что я могу сказать, друзья, направляюсь сегодня, чтобы показать вам новый микрорайон. Новый микрорайон на месте бывшей советской военной части. Вот так он выглядит. Здесь буквально в прошлом году построили вот эти вот дома. То есть, на месте военной части у нас возникает новый микрорайон. Я сегодня вам хочу немножечко статистики преподнести и ответить на вопрос зрителя. Все по порядку, друзья. Значит, что по этим домам? Я помню, как пару лет назад здесь были горы мусора. Горы мусора. И все это было убрано. И построены симпатичные четырехэтажные домики. Значит, район Западный Таллин. Улица называется РХ-1, а там улица называется КДКТ. То есть, вот такие двойные названия рядом. Друзья, статистика. Зачитываю. Позитивная статистика по коррупции в Эстонии. Согласно данным Международной неправительственной организации Transparency International в Эстонии снизилась коррупция. Эстония поднялась на одно место вверх. Из 180 государств мира Эстония занимает на данный момент 21 место. Поднявшись на одну строчку с 22 места. Такая позитивная динамика тут у нас, друзья. Вот такие дома. Это один из первых домов КДКТ 193. Адрес. Значит, идемте дальше. По коррупции ясно, коррупция сокращается. Далее. Что еще можно сказать по поводу, раз уж я нахожусь возле новостроек, то надо, естественно, затронуть тему строительства. Тема строительства у нас тут в Тарине весьма и весьма актуальна. За последний год, по данным эстонского телевидения, количество построенных объектов выросло ну просто невероятно. на 23 процента. Автобусная остановка Рехе создана буквально совсем недавно. На 23 процента, друзья, рост колоссальный. А специалисты говорят, что чтобы не было перегрева экономики строительным сектором, то необходимо, значит, сейчас, необходимо ужесточать выдачу жилищных кредитов. Чем, впрочем, сейчас они и занимаются. Вот. Дабы не перегреть экономику. Вот он, этот самый бесплатный таллинский автобус. 24А для местных таллинцев. Далее, друзья, что еще интересного я могу вам рассказать. Сейчас пойдем здесь прогуляемся. Ну что, строительный сектор растет. Сколько же домов было построено в 2017 году, друзья? Как вы думаете? Домов было построено. Я зачитываю вам, значит, 5890 штук жилых. Это только жилых домов. Где они в основном были построены? Они были построены в основном в районе Таллина и его окрестностей, а также в районе второго по величине города Эстонии, города Тарту. Вот такая вот динамика у нас. Такой симпатичный райончик. Внизу парковка, наверху жилые квартиры для молодых семей. Далее, друзья, далее отвечаю на вопрос зрителя. Значит, он спросил меня, почему в советское время русские не любили эстонцев, а эстонцы не любили русских. Ну, вкратце могу ответить на этот вопрос следующим образом, друзья. Когда Сталин с Гитлером разделили сферы влияния в Европе, то восточная часть этого самого сферы влияния отошла к Советскому Союзу. То есть Польшу раскололи напополам, Западная Польша ушла к Германии, Гитлеру, Восточная Польша и другие регионы, а также Прибалтика, согласно этому самому пакту Риббентропа, отошла к Сталину, то есть СССР. СССР оккупировал Эстонию. Эстонцы, естественно, это не понравилось, когда их страну кто-то оккупирует, вот, и отсюда и начала историю нелюбовь между эстонцами и русскими. Эта нелюбовь продолжалась до обретения независимости в начале 90-х, но она продолжалась частично по мере того, как было много неграждан, русских неграждан. Сейчас неграждан очень мало и поэтому напряженности почти нет. Почти, друзья, нету. Так, здесь строят дом, вот так, еще в процессе построения. И вот здесь также идет строительство дома, также в процессе построения. Президент Эстонии Керсти Кальюлайт в честь столетия Республики выступила с речью, в которой она высказалась в том числе о нашем восточном соседе России. Вот что сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайт. Зачитываю вам, друзья. Значит, у нас есть соседи, демократические и не очень. У нас есть один очень сложный сосед, но соседи есть соседей, их не выбирают, как говорится. Даже когда он, он нас десятилетиями разочаровывает, этот сосед. Десятилетиями она сказала, сосед этот восточный нас разочаровывает. И еще она назвала этого восточного соседа сложным и не очень демократическим соседом. Почему не очень демократическим соседом она назвала? Я могу свою версию озвучить. Наверное, потому что президент Владимир Путин слишком долго находится у власти, друзья. Ну вот везде в демократиях принято два срока. В нормальных странах два срока президентских. Все, отбыл два срока, уходи, отдай свое место другому. Нет же, Владимир Владимирович никуда уходить не собирается. И в паре с Медведевым, премьерным министром, руководят уже очень давно страной. Такие были новости. Друзья, с вами был Денис. Спасибо за внимание. До новых встреч!